Исход, глава 33. И сказал Господь Моисею, Пойди и иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, которую я клялся Аврааму, Исааку, Яку, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангела моего, и прогоню Хананеев, Амореев, Хитеев, Ферезеев, Гиргисеев, Евеев и Евусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдав, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, Скажи сынам Израилем, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в Скинию собрания, находившиеся вне стана. И когда Моисей выходил к Скинию, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный, и становился у входа в Скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в Скинии, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан. А служитель его Иисус, сын новин, юноша, не отлучался от Скинии. Моисей сказал Господу, вот, ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ. Господь сказал ему, сам я пойду перед тобою и веду тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь Моисею, я проведу перед тобой всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал Он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы, и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно тебе. Исход, глава 34. И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и взойди ко мне на гору, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе, даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисея две скрижали каменные, подобные прежним. И встав рано по утру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь. И взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его, и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду, и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на лицо, на землю, и поклонился Богу, и сказал, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, Владыка, то да пойдет, Владыка, посреди нас, ибо народы сей же стаковые, прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И сказал Господь Моисею, «Вот я заключаю завет, перед всем народом твоим соделай чудеса, каких не было по всей земле, и ни у каких народов, и увидеть весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего Мореев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев, Гиргисеев и Иусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, и изваяния богов их сожгите огнем. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя его Ревнитель. Он, Бог, Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих, и приносить жертву богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим и дочерей своих, не давай в замужество за сыновей их, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не вели сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых, праздника пресноков соблюдаясь, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива. Ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все разверзающая ложесна мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающая ложесна, из валов и овец, первородный из ослов, заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев и сынов твоих выкупай, пусть не является перед лицом мое с пустыми руками. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы. И праздник седьмит совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой предлицо владыки, Господа Бога Израилева. Ибо я прогоняю народа от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться предлицо Господа Бога твоего три раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари, козленка, в молоке матери его. И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. И написал Моисей на скрижалях слова завета, десяти словия. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились к нему все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синаи. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей перед лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевам все, что заповедано было ему от Господа. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисея. И Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Исход, глава 35. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Я Господь. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию, и пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и щервленого цвета, и весон крученый, и козью шерсть, кожи бараньи красные, кожи синее, и дерево сетим, и элейдови светильника, и ароматы для элея помазания, и для благовонных курений, камень-оникс и камни вставные для ефода и наперстника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Скини и покров ее, и верхнюю покрышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее, и подножия ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, и завесы двора и столбы его, и камни смарагдовые, и фимиам, и элей помазания, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения, со всеми принадлежностями его, и лампады его, и элей для освещения, и жертвенник для курений, и шесты его, и элей помазания, и благовонные курения, И завесу ко входу скиния. И завесу ко входу скиния. И завесу ко входу скиния. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурого и червленого цвета и весон. И все женщины, которых влеклось сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для ифода и наперстника. Также и благовония и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены и сынов Израилевых, которых влеклось сердце, принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Оры из колена Иудина. И исполнил его духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставления, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его и Агалиава, сына Ахисамахава, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу для святилища, резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, черленой и весоной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. Исход, глава 36. И стал работать Веселиил и Агалиав и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисея Веселиила и Агалиава и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость и всех, коих влеклось сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилеву, на все потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какой и кто занимался. И сказали Моисею, говоря, народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисея, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчины, ни женщины не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой из кини. Десять покрывал из крученого вессона, из голубой, пурпуровой и щербленой шерсти. И херувимов сделали из них искусную работу на них. Длина каждого покрывала 28 локтей. И ширина каждого покрывала 4 локтя. Всем покрывалам одна мера. И соединил он пять покрывал, одно с другим. И другие пять покрывал, соединил одно с другим. И сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала, для соединения его с другим. Пятьдесят петлей сделал он у одного покрывала, и пятьдесят петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал пятьдесят крючков золотых. И крючками соединил одно покрывало с другим. и стало скиние одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скиние. 11 покрывал сделал таких. Длиной покрывало 30 локтей и шириной покрывало 4 локтя. 11 покрывало мера одна. И соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. И сделал 50 петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим И 50 петлей сделал на краю покрывала соединяющегося с другим И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтобы составилось одно целое И сделал для скини покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих И сделал брусья для скини из дерева сети, прямо стоящие 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса У каждого бруса по 2 шипа, один против другого Так сделал все брусья скини И сделал для скини 20 таких брусьев для полуденной стороны И 40 серебряных подножий сделал по 20 брусьев для подножий, под один брусь для двух шипов его И 2 подножия под другой брус для двух шипов его И для другой стороны скини к северу сделал 20 брусьев И 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус А для задней стороны скини к западу сделал 6 брусьев И 2 бруса сделал для угла в скини на заднюю сторону И были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу Так сделал он с ними обоими на обоих углах И было 8 брусьев и серебряных подножий 16 По 2 подножия под каждый брус И сделал 6 из дерева сетим 5 для брусьев одной стороны скини И 5 шестов для брусьев другой стороны скини И 5 шестов для брусьев задней стороны скини И сделал внутренний шест, который проходил бы посредине брусьев от одного конца до другого Брусья обложил золотом и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота И шесты обложил золотом И сделал завесу из голубой, пурпуровой и черленой шерсти Из скрученного весона Искусную работу сделал на ней Херувимов И сделали для нее 4 столба из сетим И обложил их золотом, с золотыми крючками И вылил для них 4 серебряных подножия И сделал завесу ко входу скини из голубой, пурпуровой и черленой шерсти Из скрученного весона узорчатой работы И 5 столбов для нее с крючками И обложил верхи ее из кинии золотом И вылил 5 медных подножий Исход глава 37 И сделал веселил ковчег из дерева с сетим Длина его 2 локтя с половиной Ширина его 1,5 локтя И высота его 1,5 локтя И обложил его чистым золотом внутри и снаружи И сделал вокруг него золотой венец И вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах Его 2 кольца на одной стороне его И 2 кольца на другой стороне его И сделал 6 из дерева с сетим И обложил их золотом И вложил 6 в кольца по сторонам ковчега Чтобы носить ковчег И сделал крышку из чистого золота Длина ее 2 локтя с половиной А ширина 1,5 локтя И взял 2 херувимов из золота Чеканные работы сделал их на обоих концах крышки 1 херувима с 1 конца 2 а другого херувима с 2 конца Выдавшимися из крышки сделал херувимов С обоих концов ее 3 и были херувимы с распростертыми вверх крыльями И покрывали крыльями своими крышку А лицами своими были обращены друг к другу Крышки были лицам херувимов 5 и сделал стол из дерева с сетим длиною два локтя шириной в локоть и вышиной в полтора локтя, и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для него четыре кольца золотых, и утвердил кольца на четырех углах у четырех ножек его, при стенках были кольца, чтобы влагать шесты для ношения стола, и сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом для ношения стола, потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кодельницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота, и сделал светильник из золота чистого, и сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него, шесть ветвей выходили из боков его, три ветви и светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его, три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветви, И три чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветве. Так на них на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми двумя ветвями, и яблоко под вторыми двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него Весь он был щеканный, цельный, из чистого золота И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота Из таланта чистого золота сделал его, со всеми принадлежностями его И сделал жертвенник курение из дерева сетим Длина его локоть и ширина его локоть Четыреугольный, вышина его два локтя Из него выходили роги его И обложил его чистым золотом вверх его, и стороны его кругом, и роги его И сделал к нему золотой венец вокруг Под венцом его на двух углах его сделал два кольца золотых С двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его Шесты сделал из дерева сетим, и обложил их золотом И сделал мир для священного помазания и курения благовонное чистое И с кустом составляющего масти Исход, глава 38 И сделал жертвеннице сожжение из дерева сетим длиной в пять локтей и шириной в пять локтей И треугольный, вышиной в три локтя И сделал роги на четырех углах его Так что из него выходили роги, и обложил его медью И сделал все принадлежности жертвенника Горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы Все принадлежности его сделал из меди И сделал для жертвенника решетку, род сетки из меди По крайней его, внизу до половины его И сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их медью И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их Пустой внутри из досок сделал его И сделал ему вальник из меди и подножие его из меди С изящими изображениями, украшающими вход с киньи собрания И сделал двор с полуденной стороны к югу Завесы из крученного весона длиной по сто локтей Столбов для них двадцать, и подножий к ним двадцать медных Крючки у столбов, и связи их из серебра И по северной стороне завесы во сто локтей Столбов для них двадцать, и подножий к ним двадцать медных Крючки у столбов, и связи их из серебра И с западной стороны завесы в пятьдесят локтей Столбов для них десять, и подножий к ним десять Крючки у столбов, и связи их из серебра И с первой стороны к востоку завесы в пятьдесят локтей Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. И для другой стороны по обеим сторонам ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двери из скрученного весона. А подножий у столбов из меди, крючки у столбов из связи их из серебра. Вверхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными Завеса же для ворот двора узорчатая работа из голубой, пурпуровой и шерленой шерсти И скрученного весона длиной в 20 локтей, вышиной в 5 локтей По всему протяжению, подобно завесам двора Из столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных Крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные Все коле вокруг скини и двора медные Вот исчисление того, что употреблено для скини откровения Сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова священника Делал же все, что повелел Господь Моисея Веселил сын Урии, сын Аора, из колена Иодиным И с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач И вышиватель по голубой, пурпуровой, шерленой и бессонной ткани Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища Золото, принесенного в дар, было 29 талантов И 730 сиклей, сиклей священных Серебра же от исчисленных лиц, общества, 100 талантов И 1775 сиклей, сиклей священных 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление, а 20 лет и выше Попал в сиклю с человека, считая на сикль священные 100 талантов серебра употреблено На вылитие подножия святилища и подножий у завесы 100 подножий из 100 талантов По таланту на подножие А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов И покрывал верхи их И сделал связи для них Меди же, принесенные в дар, было 70 талантов И 2400 сиклей Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скиню свидетельство И жертвенник медный, и решетку медную для него И все сосуды жертвенника И подножие для столбов всего двора И подножие для столбов ворот двора И все колья скини, и все колья вокруг двора Исход глава 39 Из голубой же пурпуровой и щерленой шерсти сделали они служебные одежды для служения в воспятилище Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею И сделал ефот из золота из голубой, пурпуровой и щерленой шерсти и искрученного весона И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубими, пурпуровыми, щерлеными и весонными нитями искусной работой И сделали у него нарамники связывающие На обоих концах своих он был связан И пояс ефода, который поверх его одинаковой с ними работы Сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и щерленой шерсти И крученного весона, как повелел Господь Моисею И сделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда И вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезают на печати И положил он их на нарамники ефода В память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею И сделал на перстник искусную работу и такой же работой, как ефод Из золота, из голубой, пурпуровой и щерленой шерсти И из крученного весона Он был четыреугольный Двойной сделали они на перстник В пядень длиною и в пядень шириною Двойной он был И вставили в него в четыре ряда камни Рядом рубин, топаз и зумруд Это первый ряд Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз В третьем ряду яхонт, агат и аметис В четвертом ряду хризалит, оникс и яспис И вставлены они в золотых гнездах Камней было по числу имен сынов Израилевых Двенадцать было их По числу имен их И на каждом из них вырезано было, как на печати По одному имени для двенадцати колен К наперстнику сделали толстые цепочки Витой работы из чистого золота И сделали два золотых гнезда и два золотых кольца И прикрепили два кольца к двум концам наперстника И в деле обе плетеные цепочки из золота в два кольца По концам наперстника А два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам И прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его Еще сделали два кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперстника На той стороне, которая находится к ефоду внутрь Еще сделали два кольца золотых и прикрепили их двум нарамникам ефода снизу С лицевой стороны его у соединения его над поясом ефода И прикрепили наперстник кольцами его Кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти Чтобы он был над поясом ефода И чтобы не отставал наперстник от ефода Как повелел Господь Моисею И сделал верхнюю ризу к ефоду тканую всю из голубой шерсти И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони И вокруг него обшивку, чтобы не дралось По подолу верхней ризы сделали они яблоки с голубой, пурпуровой и червленой шерсти И сделали позвонки из чистого золота И повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко По подолу верхней ризы кругом для служения Как повелел Господь Моисею И сделали для Арона и для сыновей его хитоны из весона тканые И кедары из весона, и головные повязки из весона И нижнее длинное платье из скрученного весона И пояс из скрученного весона И из голубой, пурпуровой и червленой шерсти Узорчатой работы, как повелел Господь Моисею И сделали полированную дощечку Диадиму святыни из чистого золота И начертали на ней письмена Как вырезают на печати Святыня Господня И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти Чтобы привязать ее к кедару сверху Как повелел Господь Моисею Так кончена была вся работа для скини и собрания И сделали, сыны Израиля, все, как повелел Господь Моисею Так и сделали И все принадлежности его И илей для освящения Золотой жертвенник и илей помазания И благовония для курения И завесу ко входу в скини Жертвенник медный и медную решетку к нему Шесты его и все принадлежности его Умывальник и подножие его Завесы двора, столбы и подножие Завесу к воротам двора Веревки и коле и все вещи Принадлежащие к служению в скини и собрания Одежды служебные для служения во святилище Священные одежды Аарону священнику И одежды сыновьям его для священнодействия Как повелел Господь Моисею Так и сделали сыны Израилевы все сии работы И увидел Моисей всю работу И вот они сделали ее, как повелел Господь Так и сделали И благословил их Моисей Исход глава сороковая И сказал Господь Моисею, говоря В первый месяц, в первый день месяца Поставь скинию собрание И поставь в ней ковчег откровения И закрой ковчег завесою И внеси стол и расставь на нем все вещи его И внеси светильник и поставь на нем лампады его И поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения И повесь завесу у входа в скинию собрание И поставь жертвенник всесожжения перед входом в скинию собрание И поставь умывальник между скинию собрание и между жертвенником И влей в него воды И поставь двор кругом И повесь завесу у ворот двора И возьми Елея помазание, и помашь скинье и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Помашь жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И помашь умывальник, и подножие его, и освети его. И приведи Аарона и сынов его ко двору в скинье собрание, и омой их водою, и облеки Аарона в священной одежде, и помашь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помашь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их в вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в поисшествиях из Египта, в первый день месяца поставлено скинье. И поставил Моисей скиньею, положил под ножи ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее. Распростел покров на скинье ее, и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху. И внес ковчег в скиньею, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровение, как повелел Господь Моисею. И поставил стол в скинье собрание на северной стороне скинье вне завесы. И разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил светильник в скинье собрание против стола на южной стороне скинье. И поставил лампады его пред Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил золотой жертвенник в скинье собрание перед завесою. И воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею. И повесил завесу при входе в скиньею. И жертвенник всесожжения поставил у входа в скинье собрание. И принес на нем все сожжения и приношения хлебные, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинию собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения. И омывали из него Моисея и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику служить, тогда омывались из него, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилева во все путешествия свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествия их.